Почти 32 градуса. Это температурный рекорд в нашем городе за последние 10 лет. По данным синоптиков, до конца недели жара будет продолжаться. Мы узнали у горожан, как они спасаются от изнурящего пекла. Если бы у нас было близки, можно в одном купальнике, как в Турции, ходить. Я бы с удовольствием пришлась бы в купальнике. Суп холодный, блин, и душ холодный. Морожко. Ченечки. Кепку ношу, чтобы голову не напекло. На работе кондиционер. А пить, конечно, надо. Два литра в день надо воды выпивать. Намочила вот тряпку, под ноги поставила. Так как-то и вентилятор. Конечно, ключам кондиционер. По информации медиков, в Бобруйске пока не зарегистрировано жертв теплового удара. Жара по-разному сказывается на здоровье людей. Для одних летний зной – это загар и игры в фонтане. Для других – плохое самочувствие и настоящее испытание. Врачи советуют не выходить на улицу без особой надобности с 11 до 17 часов, когда солнечная активность достигает максимума. Потреблять не менее двух литров воды и постараться исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. При выходе на улицу брать с собой, естественно, солнцезащитные очки, головные уборы. Желательно использовать это шляпы с полями, либо просто панамы. Плюс из одежды рекомендуется выбирать одежду из натуральных тканей, чтобы она закрывала открытые участки тела. ГАИ рекомендует водителям по возможности отказаться от дальних поездок, особенно если отсутствует или неисправен кондиционер. В жару человек быстрее утомляется, появляется вялость и сонливость. И, как показывает статистика, количество ДТП увеличивается. Инспекторы советуют автомобилистам иметь запас воды. При первых симптомах недомогания – остановиться в тени, не превышать скорость и быть предельно внимательными. Не отвлекайтесь на другие какие-то мелочи, то есть гаджеты какие-то, на разговоры. Сконцентрируйте внимание на движении. Впрочем, подобная жара продержится не всё лето. Если верить сервисам с долгосрочными прогнозами погоды, совсем скоро в Беларуси похладает и температура воздуха станет комфортной. В 20-х же числах июня и вовсе будет не по-летнему прохладно. Столбики термометра в днём могут не подниматься выше плюс 19. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бавруйск, 360. Максим Кембель, Максим Галли, 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 Максим Гал